здравствуйте друзья у нас сегодня ну даже не скажу что гость а частый гость нашего канала анна и я и задаю неожиданный вопрос она его не знает заранее нет значит она вот такой вопрос можно ли съесть еду в магазине до оплаты в фильмах показывают что в сша часто люди когда идут в магазине продуктовом могут взять что-нибудь перекусить а потом заплатить реально так люди берут что-то внутри едят и пили пьют а потом при выходе платят как к этому относятся в магазинах ведь бывает так что очень охота попить или поесть если ты заплачешь при выходе то почему бы и нет вот она такой вопрос мы вчера пару дней назад были в русском магазине так и пока мы там ходили и выбирали товары ваш покорный слуга как он себя называет михаил съел мороженое я съел мороженое прямо не доходя до кассы мороженое было в обертке в такой пластиковый мороженое было латышская вот и латвийская короче я я мороженое ел пока мы там ходили туда-сюда а обертку принес на кассу и мне по обертку засчитали и как бы это нормально многие люди так делают но я расскажу что но могут сказать знаешь что могут сказать что магазин русский меня все знают и может быть они стесняются мне сделать лично мне сделать замечание а вот если бы зашел кто-нибудь может быть ему бы сказали я сама так не очень практикую на самом деле но были случаи там например что-то я покупала от кашля какие-то леденцы я открыла пачку и как бы взяла один потому что меня кашель мучил пока я там за покупками ходила я подхожу на кассу и даю ей уже открытый пакетик и она заботливо предложила мне поменять на новый нет нет это я открыла вот то есть они не удивляются никто тебя ругать не будет не хочу поощать безобразие но хочу рассказать может быть анна слышала о таком а может быть нет когда мы только приехали 25 лет назад за время было нищие и люди приезжали без копеечки и вообще была рецессия ужасно и люди более опытные иммигранты они советовали так что вот ты в магазин пришел взял тележечку сверху там под верхнюю часть тележечки положил там орешки какие-то там чернослив там учете хотелось и так ходишь вот по одной и подъедаешь и не вызываешь подозрения поскольку подъедаешь со своей тележки а потом когда уже на выходе к кассе идешь там нет пакетик сбросил на полочку и и вроде и покушал или денег не платил знаете для борьбы с такими людьми что делают проклятые капиталисты они берут и приводят прям поваров туда в магазины и там прям готовят и раздают бесплатно еду в чашечках чтобы народ спал и ход если придет какой-нибудь бездомный и подойдет к этому месту где стоят чашечки и можно хочется сказать у паломником у паломнику педа нравится вот у паломником нагребет себе эту чашку там суп какой он теле рогу там какой-нибудь там не знаю мясного и покушает тут же на месте с него никто денег даже не спросит не потому что все желающие могут покушать но потому что видно что человек бездомные и никто к нему не цепляет я почему-то бездомных как-то в магазинах не видела в больших типах не пускают конечно они не могут это большой магазин его можно судить за все поэтому проще не связываться но в принципе можно прийти в магазин походить поесть и уйти сытом то есть люди так делают как дело как на рынке бывшем ссср слушай интересно как сейчас вот на рынках где-нибудь в москве там или бахачкале вот так идешь по рынку дают пробовать или не очень не знаю вот интересно было узнать скажите нам напиши поесть два года назад с небольшим когда я ходил по киеву по по рынку бессарабскому там на крещатике мне все предлагали что-нибудь покушать там огурчик малосольные там и сало и фрукты там что там у них было я не знаю чего было все нравились покормить но не так вот от души чтобы ты поел порадовались а также ты попробовал и купил конечно больше но вот со всех сторон предлагали прям тянулись этими огурчиками с маринованными там помидорчиками совсем но и опять же не откуда без добра я например слышала жалобы от работников магазинов именно там работает что приходят люди с семьями садят там детей как-то и идут по магазину и что-то там с пола берут детям дают там сок попить еще там и тут же это все сбрасывают чем дешевле магазин вот допустим какой-то совсем уж там типа скажем гроссери аутлет где все там уценено в три-четыре раза и там бедные люди собираются с детками и детки могут быть сильно не воспитанными с нашей точки зрения там просто там был товар на полу концу дня то есть они сбросят и а там вскроют пакет попробуют конфетку скажут ерунда поставят обратно или сидят пол пакета и бросят и никто им ничего не скажет меня это раздражает только тогда когда мне такой товар подпадается больше в другом отношении я как-то претензий ними ну один раз что мы купили пинат-баттер в большой такой упаковке пришли домой открыли оно было открыто и половина съеденное аж противно я такого даже себе представить не могу кто-то пришел и вот такой вот нет со мной такого не было но оно же чувствуется когда в руку берешься ну муж ну да я тоже сказала что чувствуется анечка скажи пожалуйста вы когда жили вот ну дома там в кургане там в казахстане вам приходилось ходить в магазин или вы еще маленько были как ходила вы покупали молоко конечно вы смотрели течет пакет или не течет то есть могло потечь текло текло систематично в америке когда берете пакет молока вы продолжаете инстинктивно смотреть течет или не течет и бывало ли так что текло я вообще очень много внимания обращаю на то что я в руки беру поэтому я в этом плане скорее исключение исправила нежели какой-то короче смотрите не течет и я на все смотрю а бывало что текло бывало что оно грязное от от того что там где-то текло от внешнего может быть да снизу там это поразительно не течет так они тут пластиковые ну разные а там были бумажные нет еще у нас были такие но не тоже пластика почему-то не вот не склеивать значит все-таки возвращаясь к теме покушать в магазине значит я хочу сказать что там не только можно заплатить на выходе но там можно в магазинах побольше вы можете прийти там будут стоять столики и вы возьмете и покушаете и в общем все очень и очень даже возможно хорошо она благодарим вас за ответ на животрепещущий вопрос о тонкостях американской жизни